Предлагаю перейти как раз к обсуждению и вопросам. Для этого у нас есть специальный даже вот такой вот слайд, и, наверное, он сейчас на экране появится вместо нас троих. Вот, обсуждаем импакт вместе. Это картинка из группы в Фейсбуке, где мы действительно в течение этого проекта, по крайней мере, последний год обсуждали разные вот вопросы внутри проекта. Подозрительным образом посмотрело на это 17 тысяч человек, как сообщает Фейсбук, на эти обсуждения наши. Но вот я как раз хочу сейчас перейти к обсуждениям уже и оффлайновым, и, может быть, онлайновым, если коллеги смогут периодически выводить людей из Zoom в наш мир. А те, кто уже здесь присутствует, я вижу, уже есть несколько рук, и для этого мы даже приготовили флипчар, чтобы вот не только озвучивать вопросы и находить ответы, но и фиксировать их сразу для того, чтобы было понятно, куда нам всем двигаться дальше вот в этом вот совместном обсуждении. Я хочу попросить, наверное, Анастасия, давайте вот… А, вы уже следите за микрофоном, уже у нас первый человек с вопросом, Юля, с микрофоном. Я тогда пойду к флипчарту и буду надеяться, что мы вместе будем находить сейчас ответы. Спасибо. Переключаемся на новую историю, совместное обсуждение и такую, можно сказать, стратегическую историю про ответы, вопросы, будущее и так далее. Прошу, пожалуйста. Да, Володя, спасибо большое. Я Юль Богданова из компании КПМГ, одноименного фонда. И, честно говоря, мне кажется, действительно самая большая ценность, которая может быть от этого мероприятия, это поговорить. И поговорить вообще обо всем, потому что, ну, я имею в виду, в нашем проблемном поле, потому что у меня есть несколько вопросов, на которые я не знаю ответов, и они будут довольно жесткими, то есть я такой плохой полицейский на самом деле. Я слышала, ну, вот, последнюю презентацию насчет медийки, и, честно говоря, все, что там было, это все-таки в основном такие валовые показатели трафик, и они должны быть настроены, это не предмет обсуждения. Но как мы вообще можем что-то мерить, если мы не очень понимаем, ну, само проблемное поле? Информационные кампании, через них прошел весь мир, их было много. Одна из самых известных – это Дир, насколько я знаю, которая про наркотики рассказывала, что, значит, не надо бы употреблять, ее эффективность вообще никакая, на нее потрачены миллиарды долларов, и, по-моему, сейчас упираются на порядка трех штатов, но она в США была, разумеется, а все остальные от нее давно отказались, потому что это не работает, не работает вообще. И, по большому счету, мир сделал переход от, ну, просто информационных кампаний к информационной оболочке тех изменений, которые происходят. Как правило, они мультидисциплинарные, они сложные и страшно дорогие. Я, честно говоря, просто мне очень интересно, а у нас такие драйверы сегодня есть, потому что, ну, одна из самых, наверное, частотных тем – это социальное сиротство. Термин «социальное сиротство» не используется, по-моему, нигде, кроме нашей страны, потому что, ну, на самом деле мы говорим про благополучие детей. Если мы боремся с тем, чего нет, ну, совершенно очевидно, что, ну, мы никогда не победим. И что делать с этим? Потому что, если вы просто, ну, вот Google мы сейчас попросим, да, нам сказать, есть ли у нас программа профилактики, Google нам скажет, что да, есть. У нас их нет ни одной. Когда нам говорят люди, что, ну, мы же вот работаем с семьями группы риска, да, те, кто, ну, знает тему, они знают, что они работают уже не просто в кризисе, а на самом деле это идет вопрос перемещения детей. То есть это не профилактика от слова «совсем». Этого не понимают люди в государстве, этого не понимают люди в бизнесе, и, к сожалению, этого не понимает огромное количество провайдеров тематических. Это просто один маленький пример. Вот Елена говорила про Макдональдс. Это тоже очень интересно, потому что дома Рональда Макдональдсов – это не детские комнаты в больницах вообще от слова «совсем». это действительно гостиницы для, ну, вот, размещения, и как это работает в мире. Такие гостиницы есть во многих местах, во многих странах. По большому счету, если ребенок едет на лечение или какую-то другую программу, ну, вот, которая связана с перемещением, его социальный работник, то есть кейс-менеджер, ищет это размещение, и, собственно, ну, довольно часто это попадает как раз в дом Рональда Макдональда. И никто в мире, на самом деле, в нормальном, не стал бы считать рентинг versus вот этот accommodation. Это вообще безумие. То есть совершенно понятно, что социальная гостиница стоит меньше. Все бы считали, на самом деле, устойчивость, влияние на госпитальные расходы и исходы этой госпитализации. То есть мы, честно говоря, ну, это такой basic по сравнению с тем, что сегодня знает мир. И вот это тоже интересно в коммуникации. То есть мы говорим бизнесу, ребят, мы сэкономили, ну, 3 рубля нам вложенный один. И что? И что? На самом деле, например, для ребенка, который находится в длительной программе, например, это онкология, да, мы вообще ничего не сэкономим, давайте говорить честно. Мы не сэкономим, потому что этого много, и у нас нет локальных хабов, ну, чтобы не перемещать. И когда мы просто говорим, что социальная гостиница, ну, дешевле, это вообще в общем знание, ну, она дешевле, да. Это же не драйвер. То есть вы поговорите с фондом Рональда Макдональда, сколько эти люди убили вообще на GR, чтобы им разрешили это построить, потому что это американская компания. И разрешили пока только в Казани. Насколько я знаю, с Москвой там идут эти бодания, но, честно говоря, никуда. А потом мне очень интересно вообще про экономику, потому что строят... Ну, давайте третий вопрос, и дальше будем по одному. Ну, смотрите, строят такая штука, насколько я знаю, в стране только КАФ имеет право это делать, это стоит от одного миллиона. И мы делали с Роя, на самом деле, для себя. У нас есть фонд, мы пошли как некоммерческая организация, потому что для бизнеса миллион это было много, но у нас это стоило больше, потому что программа сложная. Это делали наши люди с участием в корпоративном волонтерстве, они делали это полтора года. Нам не с чем сравнивать. С Роя же сравнивает то, что делаете условно вы, с тем, что делают другие не вы. А если других нет? И, ну, это такие вопросы. И вообще мы живем в стране, где причину и следствие часто путают. Что с этим делать? Ты меня заткнул? Так. Вопрос, я дал Володе здесь ответы, окей. Хорошо. Давайте так, тогда вот мы пытаемся, вот Юля сейчас задала вопросы, некоторые риторические, некоторые вот я вывел на всех случаях сюда, вот записал. Ну, вот последний, он как бы действительно, он, ну, как бы, да, можно сказать, что это да, бейсик, или же, а что делать? То есть, как бы, здорово, когда вопрос все-таки показывает, куда нам с этим вопросом, ну, как бы, ну, какую-то версию, идеально-то, чтобы была и гипотеза ответа. Смотри, это не идеально. Я в 2011 году ездила в Штаты, перед тем, как мы запустили свой проект по раннему вмешательству. Кто случайно вдруг не знает, в 2000 году Нобеля дали за исследование про доказательства эффективности в раннее вмешательство. Просто порядок цифр, чтобы было понятно. Одна из программ в Штатах с охватом более миллиона детей стоит 13 миллиардов долларов в год. Это никакие не НКО, хотя они провайдеры, это, ну, институциональные деньги. Так вот, я смотрела программы раннего вмешательства в бедном штате Нью-Мексико. Собственно, штат решал, что он поддерживает, если были доказательства на уровне МРТ мозгов тех детей, которые клиенты программы. Вот, Володе, я знаю, ему это не нравится, но дело в том, что вы не можете отдавать деньги налогоплательщиков, не понимая, куда вы их отдаете. И, честно говоря, когда мы говорим на самом деле, ну, про мозги людей, да, это же не просто, ну, какая-то картинка, да, это будущее человека. Если у вас есть выбор вложить в то, что изменит будущее или с ним поиграют, ну, мне кажется, ответ очевиден. У нас сегодня, я, честно говоря, про то, как нам дать доступ к профессиональному обмену с миром, потому что человечество умеет так много, нам страшно повезло. Но сегодня ни одно НКО не пойдет к зарубежному университету в открытую, потому что все мы знаем, что ему за это будет. Окей, спасибо. Наталья? Не, а мы вопрос собираем, давайте попробуем чуть-чуть ответить, а потом дальше Нодаре рука, и потом, наверное, Володе рука. Тогда, если есть вот какие-то подходы к ответам, то давайте попробуем озвучить. Мне кажется, что первое было про медиа, если вдруг Владлен с нами, то… Если Владлен с нами, мне кажется, что было бы здорово, если бы он прокомментировал, если бы нет, то мы ответим. Я здесь, я поделюсь, наверное, своим мнением в этом смысле, потому что мне кажется, что если ставить вопрос, что неизвестно проблемное поле, то зачем устраивать коммуникацию? Ну, то есть, если мы поставили себе цель, задачу и знаем, что мы хотим изменить, знаем, что мы хотим измерить, то это можно все с точки зрения изменения знаний, отношения померить. А если у нас нет ответов на эти вопросы, то зачем мы рекламное сообщение разрабатываем? Ну, окей, мы фиксируем, что позиция, по крайней мере, профессионального консорсума и агентства в том, что если проблемное поле в принципе не ясно, то, наверное, тогда не возникнет и социальных проектов, которые пытаются изменить что-либо в этом проблемном поле. Я немного не это имел в виду. Я имел в виду, что затраты на создание коммуникации достаточно внушительные, как правило, на медийное продвижение и так далее. Если создается сообщение, суть которого лежит в пространстве неизвестного, или я, честно говоря, не помню, как это было. Неясно, да. То есть, получается, мы что-то хотим изменить, но не очень ясно, что хотим изменить или как. Вот в таком случае нужно подумать о целях, прежде чем начинать коммуникацию. Можно пример? Пример вопроса или ответа? Да, вот у меня тоже туда есть комментарий. Пример ситуации, в которой есть вопрос по поводу проблемного пола. Вопрос, тогда микрофон, чтобы было слышно, иначе не будет. Я не знаю, может быть, это неадекватный вопрос. Но давайте пример сейчас с антиковидными компаниями. И насчет постановки проблемного поля. Огромная медийная компания, массовая, я не знаю, сколько она стоит, наверное, можно посчитать по поводу внедрения прививок. Значит, по данным в ЦИОМа у нас примерно 50 на 50 противников и сторонников данные. Вот вопрос для меня. Правильно ли вообще проблемное поле было выбрано для этой компании, если эффект вот такой вот? Причем он не менялся за время пандемии и так далее. Мне кажется, вот это вот, как измерять, если не ясно, проблемное поле. И вообще, что такое в медийных компаниях проблемное поле? Потому что по эффекту можно так вот смотреть. Я смотрю данные в ЦИОМ, вот 50-50. Массовое вообще влияние и то есть с другой стороны. Но к вопросу об измерении. Наверное, можно было бы измерить вал там. Это большие, ну, как бы, вложения. И вот. А вот повлияло оно или нет, да? У нас Володя мастер вот создания таких вот почти хайпов. То есть вот что можно было добавить, это вот вспомнить о ковиде. И, собственно, о том, как организовывать компанию. Как по факту у нас это все сейчас происходит. Я бы сейчас вот увел бы тему от ковида. И пока... Давайте идем от ковида. Я просто была буквально вчера в кино. И перед фильмом показывали, ну, вместе с другой рекламой. В том числе ролик прекрасного фонда отказники, ну, волонтеров, помощь детям-сиротам. Там композиция такая, что, значит, дети поют, а потом показывают зал, там никого нет, и говорят, что там действительно никого нет, и никогда там никого нет. Уколо меня сидели люди, и они говорили, блин, нам испортили весь показ. Мы вообще-то деньги заплатили. А нам сейчас показали, мы что, виноваты в том, что у них нет родителей, нам тоже было тяжело. Это, во-первых, ну, просто люди, которые его сделали, они очень старались. Они не понимают, как организовано человеческое внимание. Они ничего не знают про Наджи. Они ничего не знают про пример, куда стремиться. И хорошая идея, она сыграла вообще в другую сторону. И больше того, вот эти знания наука человеке, которые есть, они не интегрируются никуда, потому что, а, к ним нет доступа, к нему правда нет доступа, да? И мы проходим, похоже, все ступеньки. Вообще, то, что происходит у нас, это было у всех. Просто интересно то, что вообще, ну, мой вопрос, а можно переступать или все-таки надо вот идти? Идея дать пособие и таким образом получить средний класс, прошел весь мир, это не работает. Мы не дошли до той стадии, когда мы дали и увидели, что не работает. Может быть, мы не будем давать и будем делать что-то другое? Что? Ну, использовать те знания, которые сегодня есть. И как? Но дело в том, что это не нужно заказчику. То есть непонятно, как преодолевать. Потому что то, что сказал еще Володя, там еще есть один большой блок, non-controllable. Мы не можем повлиять на те, ну, социальные ожидания людей, которые у нас есть, которые сейчас ковидом не связаны. Окей. Вот я заметил, что чем больше говорит Юля, тем больше рук в зале всегда. Прекрасно. Прекрасно. Мы для этого собираемся. Да, и сейчас вот уже я вижу еще плюс три руки. И давайте, да, наверное, вот пока подвесим вот эти вот, я зафиксировал вопросы. И дадим сначала вот на Дарье руку, потом Ане и вот коллеги, не знаю, как вас зовут, но у вас третья рука. Да. Он не рука. А, ладно. Что это было? Не рука. Хорошо. Володя, я... Да. Надо обязательно говорить в микрофон, и он включен, по-моему. А, он включен, да? Володя, я, честно говоря, хотел попросить вернуться к структуре обсуждения, потому что то, что говорила Юлия, наверное, очень важно. Я вам, более того, я могу развернуть целую систему осмыслений того, что такое социальное сиротство, что такое профилактика, что оно бывает трех видов и так далее. Первичное, вторичное, третичное. Но мы уйдем от обсуждения темы вот этой, ради которой, собственно, мы эти доклады прежде всего обсуждаем, мы потом можем углубляться и так далее. Значит, у меня поэтому очень прикладные вопросы. Еще раз, я пока не перехожу к суждениям, потому что у меня тут суждения на пару хороших статей, 20-страничных. Значит, а вот вопросы, касающиеся именно презентации самих, потому что там были какие-то, мне кажется, моменты, на которые хотелось бы получить ответы. Значит, вы сказали, там, опять же, я ссылаюсь на тексты презентации. Значит, например, 2000 проектов было оценено. Что оценивалось в этих проектах, я, например, не понял. Потому что это была оценка заявок, это был мониторинг и оценка исполнения, это были эффекты. Потому что спектр широчайший, значит, это первый вопрос. Окей, это Наталья ответит. Можно ответить даже сразу, наверное, да? Да, на самом деле заявок было в итоге у нас не 2700. Да, 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 6700. Это нам предоставил фонд президентских грантов, тексты заявок. И мы с помощью коллег из Питерской вышки, факультет компьютерных наук, с помощью, соответственно, методов, которые они нам предложили, мы провели анализ текстов этих заявок на предмет того, встречается ли там вообще терминология, связанная с оценкой, с одной стороны. Ну, это наш был внутренний запрос. А изначально идея была в том, чтобы посмотреть, можно ли выявить какую-то систему общих индикаторов, в простанстве которых описывают результаты своих проектов, планируемые результаты, полученные результаты, соответственно, грантозаявители. Потом мы еще... Я прошу прощения, я просто среагирую сразу, потому что я, например, из вашей презентации не услышал как раз информации об этом. А что вы увидели в этих заявках? Были ли эти элементы в этих заявках? Потому что вот это как раз очень важно. Там толстое, гигантское это исследование, оно нужно было скорее... Мы же говорили об исследованиях как обводной для того, чтобы начать нашу работу. То есть это то, что мы полтора года назад анализировали рынок и смотрели, что существует. В этом смысле мы по тем исследованиям, если отдельные презентации делать, то, ну, в принципе, мы их и делали вот тогда, полтора года назад, рассказывая, что у нас было. Но это для нас просто как бы точка отсчета. А презентуем мы сейчас то, к чему мы пришли, а не то, от чего отталкивались. Поэтому мы сейчас это не показывали. Но все материалы выложены в открытом доступе, и все можно смотреть. А в результате-то можно какую-то циферку дать? Вот что из двух, из шести, семисот? Ну, если в целом, если соотносить, да, если соотносить, особенно с нашим, мы же совсем еще со многими грантодающими организациями встречались и общались, и с фондом президентских грантов в том числе, ну, в целом категории оценки в заявках не встречаются. То есть так, чтобы категории, связанные там с оценкой влияния, или в принципе даже оценка, мониторинг и так далее, ну, практически, можно сказать, отсутствуют. Но здесь же дело в том, что содержание, ведь содержание же определяется той формой, нас не спрашивают, да, то есть если нас не спрашивают про оценку воздействия, то мы не будем отвечать про оценку воздействия. Да, вот то, что Лена сейчас добавляет. Это нормально, да, 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 это нормально, да, да, да. Вот, 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 совершенно верно. И надо сказать, да, 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 и надо сказать, что после, вот как раз сообщения, после интервью с фондом президентских грантов можем сказать, что, скорее всего, в ближайшее время не появится вообще, да, никаких связанных с этим категорий. То есть если, например, некоторые небольшие организации, как, например, грантодающие, я имею в виду, как дорога к дому, например, в своих грантовых программах вместе с заявителями разрабатывать теории изменений, это обязательный этап подачи заявки, то здесь, конечно, ввиду того, что это действительно массово, это должно быть максимально доступно любой организации, то, скорее всего, это и не появится. То есть, несмотря на то, что ФПГ является законодательным, да, в определенной степени описание результатов и стандартов описания результатов, ну, на сегодняшний день, да, тем не менее, у нас вот запрос все-таки именно вот на описание деятельности, на языке тех показателей, которые отражают характеристики этой деятельности. Так, второй вопрос у меня касался момента подготовки вот этой презентации. Было сказано, что она за три месяца до начала проекта, по-моему, да, была подготовлена. Когда именно? Это как раз, когда мы готовили заявку в фонд президентских грантов, это часть заявки была. Понятно. Это зима, 99-2000. 2019. Ой, да, 19-20, да. Еще до ковидной времена. Секундочку. 20 лет как не было. Секунду, а я вот тогда не понял. Это до ковида. Если до ковида, то как в презентации оказался ковид? 20-й год. 20-й год. Весна 20-го – это уже ковид. А, точно, точно, весна 20-го еще ничего не было. Очень даже. У нас в марте появилось это. Но это март уже, а вы говорите про зиму. Весна. Ну, зимой мы думали, но вот как раз в марте это… Значит, все-таки ближе к уже начале. Не важно. Это март 20-го, да. Это март 20-го, да. 27-го уже накрыло же полностью, тотально. Ну, марта. Марта. 27-го уже тотально накрыло, да. Прошу прощения, я от факта, от факта, от противника. Ты сказал, зима, я ловлю зиму, понятно. Значит, в марте, конечно, понимаю, в России в многих местах и в мае еще зима. Значит, следующий вопрос у меня такой. Вы там говорили о конце, так сказать, проекта онлайн-курс. Что за онлайн-курс? Ну, просто вот… А про это у нас еще там следующие будут слайды, как раз мы сейчас, когда все обсудим, у нас будет финальный козлайн-блог. Просто он прозвучал, как бы, и у меня, ну, не то чтобы скепсис, но у меня такое впечатление, что оценки онлайн-учить, это примерно как сексу онлайн. Не знаю. Ну, у нас… Пардон, я не хочу никого обидеть, но вот, честно говоря, онлайн-обучение все-таки для меня это, ну, некая вещь, которая неосязаема. А вот сейчас люди по зуму-то онлайн с нами, да? Нет, это понятно, нет, по зуму потрепаться запросто, обучиться сложно, вот в чем дело. Иногда и очно очень сложно обучиться. Если это не практика ориентированная, это все, это можете забыть. И еще у меня был вопрос, точнее говоря, не вопрос, да, очень коротенький, связанный с обоснованностью, значит, вот у вас там был кадрик, доказанность обусловливалась обоснованностью теоретической. Теоретической, там что-то вот такое было, это, по-моему, 11-й шлипункт. Да, вот. А, доказательная практика, 11-й критерий опыт. 11-й, да. Да, но там предыдущий опыт реализации проекта, да, теоретический, соответственно, бэкграунд, исследования, да, исследования, которые подтверждают эффективность используемой методики и так далее. А, ну, то есть практика подтверждена, понятно. Практика, в том числе, конечно. И очень короткое замечание, очень короткое, связанное с этим самым вашим уникальным, индивидуальным, уникальным оценочным профилем, мне кажется, неудачное слово, это не уникальное, это именно индивидуальный оценочный профиль. Потому что, как только вы говорите уникальный, пришлось объяснять, в чем уникальность и так далее, а это индивидуальный, это как раз и есть. Это принятый термин, он, ну, смотрите сами. Да, хорошо, спасибо. Ну, по поводу курса я только добавлю, что у нас во многом, вы знаете, он основан на описании тех инструментов, которые, собственно, мы предлагаем. Как работать с профилем, например. То есть, если, в принципе, я хочу такой инструмент использовать, то вот есть, как бы, курс, который, там, часть курса посвящена именно этому инструменту. То есть, в принципе, он такой вот у нас, ну, наша практикоориентированность в данном случае в том, что это такое, по сути дела, отчасти пособие по использованию тех сервисов, которые у нас есть онлайн, ну, которые, на наш взгляд, являются удобными. И кому надо, например, разработать профиль, вот, соответственно, есть такая возможность узнать, как это лучше сделать. Спасибо большое. И я передаю слово дальше. Анна, прошу. Здравствуйте. Можно, а, лучше представляться, я забыл, что у нас уже два человека не представились. То есть, мы-то здесь все знаем, а вот в том этом онлайн-мире, там, может быть, кто-то не знает. Да, ну вот. Здравствуйте, меня зовут Аня Морозова, и я с удовольствием представлюсь. Фонд «Будущее время» — бывший фонд развития Политехнического музея. Мы переименовались, поэтому я прям с удовольствием говорю новое название. Будущее время. Будущее время. Музей в прошлом. Получилось отличный игра слов. Так, да. Знаете, у меня какой вопрос возник, он, наверное, отчасти там Юлю в каких-то местах поддержит, но он у меня больше, ну как-то или меньше, более обширный такой, в смысле, менее точный. Я услышала критерии в вот этом профиле оценочном, наличие доказательной базы социальной технологии. И меня немножечко это задело, потому что, как я поняла, может быть, я неправильно поняла, мы, значит, выбираем вот этот вот уровень по всем этим критериям, да, и дальше мы строим оценку, выбирая те критерии, которые у нас большой, большой выбор, ну как бы заняли большое количество баллов, да, выбранное большое количество баллов. То есть, если у меня нет доказательной базы моей социальной технологии, то я как бы и не показываю эффективность по этому параметру своей программы, и я вроде как бы, ну и нормально, ничего, что у меня нет доказательной базы. То есть, это хороший вопрос, это означает, что требуется уточнение, Наталья, пожалуйста. Ну, собственно, ровный наоборот, это критерии, которые относятся к классу РУ-2, это означает, что мы автоматически получаем рекомендацию к усилению доказательной базы, а уж тем более, если низкая оценка по этому критерию сочетается с, ну, такими утяжелителями, как, например, как я уже говорила, да, например, большой масштаб, большой охват аудитории, невозможность получения обратной связи, или благополучатели, которые имеют ограничения в предоставлении обратной связи. Это нас еще и еще и еще больше ведет к тому, что мы помимо доказательной базы должны и теорию изменений прописать, и еще, наверное, и какие-то дополнительные инструменты использовать для того, чтобы, соответственно, разрабатывать такую модель, которая действительно будет работающей для нашего проекта, и действительно, ну, соответствовать вот всей этой ситуации, совокупности всех этих критериев. То есть, ну, собственно, мой вопрос был про то, насколько это, эту историю можно потом применять для сравнения результатов у разных НКО. Потому что мне, например, как бизнесу, ваша самооценка просто как самооценка, ну, незачем не пришлась. А, например, для того, чтобы увидеть, кого мне поддержать, да, и с кем мне работать, и там с кем мне, или даже не бизнесу, а просто как НКОшки, которые приходят в какой-то другой регион. Мне нужно, мне хотелось бы посмотреть на варианты. Ну, вы как бизнес в профиле критерий 12, интерес третьей стороны. И вот здесь вопрос, как некоммерческая организация, разрабатывающая профиль, перейти на ваш язык таким образом, чтобы встать ряд тех проектов, которые вы, соответственно, оцениваете. А если я потенциальный, то есть вот если, условно говоря, моя идея в том, что я прихожу на сайт какой-то НКО, у которого есть эта самооценка, да, и смотрю, стоит ли мне с ними работать. Ну, на самом деле, ведь это только основание для разработки модели, вот как бы стартовая точка деятельности, исходная, а за ней уже следует исследование, измерение, построение эконометрических моделей, создание, разработка теории изменений, проведение оценки воздействия и так далее. И уже вот этими данными организация будет делиться с вами, а это их стартовая внутренняя точка. Я говорю вообще в целом про оценку, в итоге мы с этим вообще преследуем эту цель какого-то сравнительного сенсора? Вот мы не преследуем, мы считаем, что это дело организации само. Мы в данном случае ориентируем на то, чтобы действительно, как вот Елена, вот там без микрофона, поэтому не все слышат, говорит о том, что это внутренняя оценка. И мы думаем, ну вот у нас такая позиция, что если внутри... Вот это правильно все-таки в микрофон заявить, потому что не все слышат. Сейчас, вот на наш взгляд как раз важно, вот, ну наш проект был направлен на внутреннюю оценку, и важный момент вот в случае как раз вот с доказательностью, что как раз вопрос о том, что, а каким образом я могу искать эту доказательность, где-то это там через, там, если быть точным, где-то, если через, возможно, кто-то смелый, через доступ к мировой, там, вот базе, о которой Юля говорила, если я правильно понимаю, где-то просто поставить цель начать формировать вот эту доказательную практику. То есть, в принципе-то просто часто ее нет, потому что и цели такой не ставится, а цели не ставятся, потому что и вопрос такой не задается. И вот мы как раз за счет этого профиля, как это, индивидуального оценочного профиля, можем как раз показать те слабые места в будущей модели оценки, на которые надо, ну как бы, сфокусировать внимание при работе над своими проектами. Тут вот в этом идея скорее. Лена, добавишь? Ну, я, наверное, добавлю, потому что мы делали очень похожий инструмент оценка потенциала. И сейчас вот готовится, я знаю, что фунт Потанина там разрабатывает вместе с кем? Ну, неважно. С КПНЖ. Нет, нет. Ну, это там просто тоже как бы фактически самооценка своего организационного потенциала, да. Но мы вот методику оценки потенциала, мы, например, делали все равно по заказу администрации, там сначала Хабаровского края, потом Новосибирская. И мы брали определенную категорию некоммерческих организаций, просто смотрели, где у них провальные какие-то вещи, чтобы фактически направить определенные действия на то, чтобы это поднять. Остальное – это действительно самооценка. Если вы хотите, извините меня, ну, как бы, пользуйтесь рэнкингом, да. Ну, рэнкинги сейчас публикуются и какие-то там тоже делаются, хотя к ним тоже масса вопросов по поводу того, что… Ну, я считаю, что невозможно сравнить организации только по вот этому индивидуальному профилю, ну, по поводу того, что давать им деньги или не давать. Лучше они или хуже. Это первый момент. Второй, я тогда уже все равно соотнесусь и с другими выступлениями, поскольку взяла. Я, во-первых, все равно хочу сказать вам спасибо за то, что вы и попытались создать такие инструменты, и предложили свой подход. Довольно интересная была, конечно, попытка посмотреть экономические всякие вещи. Единственное, что я опять же вот это прокомментирую. Там вот в типологии вот этих проектов, там очень часто невозможно деятельность перенести только исключительно к этой типологии. Все равно, когда людям представляют адресную помощь, чаще всего там все равно присутствует и другая составляющая, и какие-то эти вещи. Также я очень... Вот мы когда делали первую оценку своей грантовой программы в 99-м году, и мы как раз вот столкнулись с тем, что у нас было там на один данный доллар, там было привлечено еще там полтора доллара. Слушайте, это хорошо или плохо? Вообще, учители по оценке, и мы сайт нас тогда учил, они нам вообще сказали, что это вообще плохо. Они, во-первых, плохо то, что они привлекли столько денег, значит, они неправильно рассчитали бюджет. И вообще они, ну как бы, то есть у них были претензии даже к заявкам. Пока мы не объясняли им нашу ситуацию российскую тогда в 99-м году, что людям, если им давали 300 долларов, они бесплатно нарабатывали еще на большую-большую кучу. У нас потом администрация очень часто так и говорили. Вот, мы дали им рубль, а они привлекли еще там типа два или три. А хорошо это или плохо? Так же, как и стоимость разных программ. Все равно довольно сложно понять, в чем эффект там стоимость. У нас же сейчас так и пытаются, понимаете, по показателям. Чем дешевле стоит и больше охват, тем лучше. Слушайте, но это же абсолютно неправильный подход, да. И я поэтому очень боюсь, что если вот такие попытки посчитать все время экономические какие-то вещи, у нас приведут к тому, что у нас сейчас и ФПГ пытается, знаете, дайте нам галочки, мы поставим. Ну вот эти, то есть у нас же есть там критерии, привлекли больше 50% на софинансирование, ну значит проект получает большую оценку. Вы что? Ну это же, честно говоря, абсолютно неправильно. А это законодатель МОД, условно говоря, делает. Поэтому я очень боюсь, что вот эти попытки сейчас будут приводить именно к тому, что мы будем соотноситься к тому, что нужно считать именно так, и нужно считать экономическую эффективность, и мы будем очень сильно забывать про социальную составляющую. Вот, наверное, так. Спасибо, Лена, большое. Так, кто же разговаривает? У меня вопрос сейчас у кого-то. У меня как раз продолжение Келени Авраменко вопрос. А вот Лена как раз взяла микрофон, она уже чувствует, что у тебя есть вопрос. Можно даже чувствовать, какой вопрос, и сейчас сразу же ответит. Ну давайте, я продолжу. Вот у меня ощущение, нет ли здесь такой фундаментальной проблемы, когда мы оцениваем экономическую составляющую. Когда говорят социально-экономическую, для меня это какой-то камлайн. Давайте про экономическую говорить, поскольку это деньги, монетизация и так далее. И вот смотрите, нет ли здесь такой проблемы, что вообще-то экономическая оценка, она, что называется, социальных инвесторов, она может затронуть только так называемые низколетящие плоды. А фундаментальные изменения, например, когда мне говорят на уровне поведения, на уровне установок, померить эффект, ну тут бы еще разобраться, какие установки. И вот не получается ли так, что как раз то, о чем Лена говорила, что продвижение экономической оценки, оно фактически следствием может иметь нивелирование качества проектов. Мы будем заниматься, ну вот, раздачей, как это классический пример приводит, да, как таблетки от диареи, раздача таблеток от диареи, да, в африканских странах помогает детям прийти в школу. Ну как бы, во-первых, ну ладно. Вот, потому что, потому что у меня есть ощущение, что это тоже вторая часть вопроса. Может ли вообще экономическая оценка, экономические подходы вообще просчитать и выделить именно такие глубокие институциональные эффекты, которые могут возникать и вообще-то, ну, с моей точки зрения, должны, на которые должны быть направлены социальные проекты? Ну, давайте, да. Вопрос понятен. Я совершенно с вами соглашусь в плане того, что экономическая оценка применительно к некоммерческому сектору, это особый вид оценки, он не должен являться неким там рейтингом или какой-то основой для того, чтобы делать выбор в пользу того или иного проекта. Но экономическая оценка и тем более самооценка, это прежде всего уровень менеджмента ваш. То есть, на мой взгляд, вот как бы эта история про внутреннее сравнение, то есть вы сами себя сравниваете с самими собой, да, лучше я работаю, хуже я работаю, и набор показателей определяете сами. Абсолютно соглашусь, что это может, да, выглядеть перекосами, вот этот риск, наверное, есть, потому что нужно доносить до всех, что это, ну, экономическая оценка применима 100% к бизнес-проектам. И то, мы тоже знаем с вами, что, да, поскольку там это все развито очень хорошо, мы знаем, что есть там плохо окупаемые проекты, но без них тоже невозможно, стратегические, да, там, покупки заводов разных. То есть бизнес тоже живет в разных абсолютно пониманиях, как это там инвестировать и какой выхлоп на этом есть. И выбор делается из разных абсолютно тоже пластов, да, то есть мы там, бизнес сидит и принимает решение или купить завод, который через 10 лет окупится, но потом там в перспективе этот бизнес будет жить очень долго, там, либо купить завод, который сейчас дает выхлоп, но через 2 года он никому не нужен. Ну, зато, ну, нажились вот здесь, да. То есть это решение, оно и здесь тоже должно чем-то еще балансироваться. Не может быть одной экономической оценки. Точно могу сказать, что проекты, да, я сразу сказала, что они очень условно разделены, потому что действительно есть настыки, и мы сами, только мы сами себя отнесем туда, куда мы хотим отнести. Если мы понимаем, что мы хотим как адресное, да, для того, чтобы дальше принять управленческое решение, или кому-то что-то показать, да, если запрос идет извне. Конечно, проще, говорю, оцифровывать срой, и здесь, наверное, тоже к тому, что дает этот мультипликатор. Опять же, мы не можем сравниваться между собой по срой, но мы, если его просчитали, мы можем с ним прийти и поговорить, как мы его просчитали, потому что расчет, может быть, от организации к организации строится по-разному. И разные допущения внутри этого расчета строятся. Мы говорим, мы вот эту услугу вот так оцифровываем, вам скажут, да, ее нельзя так оцифровывать, ее иначе надо. Ну, как бы все предпосылки, из чего вы строите, вы можете объяснить. Понятно, что Макдональдс посчитал прямую вот эту выгоду благополучателей, а действительно есть долгосрочные истории. Ну, в данном случае, опять же, они прошли через адресную помощь, а можно было пройти через замер, как это потом оказывает влияние на общество, на эти семьи и так далее. Но это другая статистика и другие модели. Все. Ну, как бы здесь вы сами выбираете, вы управленцы. То есть, собственно, экономические анализы, самооценка – это для вас. Вы сами сели, подумали. Когда мы наберем базу, ну, как страна, я считаю, когда мы выйдем на тот уровень, когда менеджмент внутри уже начнет легко ориентироваться, да, вот мы здесь вот так оценивали, они оценивали вот так, это, конечно, несоизмеримо. И, соответственно, вы эти несоизмеримости очень легко будете сами точно так же дальше трактовать, да, говорить, что да, конечно, это так, но мы вот так посмотрели, а вы под другим срезом. Поэтому это, конечно, сопоставить нельзя, даже если занимаетесь одним и тем же делом. Вот. Ну, то есть должна быть наработана некая база, когда все находятся уже в одном поле, и все понимают, о чем идет речь. Просто на цифрах строить, наверное, ничего нельзя. Спасибо. Для принятия управленческого решения. Внутри организации или совместного с партнерами, да. Я можно добавлю про экономику. У нас, собственно, поэтому и есть критерии в профиле необходимость проведения оценки экономической эффективности, и ноль можно тоже поставить. И более того, мы, многие организации из нашей программы апробации даже отговорили от проведения оценки, просто когда начали задавать вопросы, зачем вам, да, экономической, зачем вам это нужно. И когда организация, например, говорит, ну вот нужно убедить там лицо, принимающее решение. Мы говорим, а это точно будет более важный аргумент для этого лица, принимающего решение, чем если мы очень красиво, здорово и на цифрах покажем ваш социальный эффект. И вот здесь действительно оказывалось для многих организаций, что гораздо более выигрышная история, когда показывается именно социальный эффект, чем показываются раскладки, цифры и так далее. Это первое. И второе. Вот относительно методологии, которую мы использовали для экономической оценки, ведь прелесть в том, что мы можем ее использовать и для оценки социального эффекта. И вот сейчас как раз мы такая немножко, да, у нас уже история на выход, что мы делаем дальше, что делаем сейчас и что еще планируем сделать. Это как раз использование эконометрики для… Ну, в данном случае мы оцениваем влияние ресурсных центров на изменение жизни на территориях. Пробуем сейчас построить эконометрическую модель, или, может быть, тоже что-то интересное получится как прецедент использования такой методологии. И если, соответственно, получится, то тоже, на наш взгляд, это будет такая, может быть, интересная история. А может, я тоже добавлю, мне кажется, это очень важно. Спасибо большое. Юля, и потом на Дарья. Смотрите, у нас на многие вещи вообще нет спроса, и никто его не формирует. Это огромная-огромная проблема. Причем как у людей определенных групп, да, потому что они могут не иметь компетенции, там очень много причин. А вторая тоже интересная вещь, где мы создаем новое знание, а где его настолько много, что оно не нужно, потому что сейчас, ну, про исследование не говорит только ленивый, но, честно говоря, по всем проблемам, я даже не знаю, какая проблема может быть специфична для России, кроме там политической, про которую человечество, ну, не знает, да. И один биологический вид, мы, конечно, вот я согласна с Володей, честно говоря, антигельминтики – это тот, ну, блок решений, которые, ну, России не нужны. И у нас есть это, но нет доступа. Мало людей знают язык, мало людей, то есть у нас вообще нет интереса, на самом деле, к профессиональному качеству, да. Когда я говорю про клинические специальности, мне часто говорят, не надо путать с медициной. То есть вообще клинические специальности – это не медицина, если что. Даже у юристов есть клиники, да. И вот то, что говорил Нодар, на самом деле есть такие, ну, области человеческой деятельности, знаний, где без сложно организованной вот этой long-life learning системы образования и непрерывного профессионального обмена вы на рентабельность никогда не выйдете. Потому что люди, которые говорят в маленьких организациях, а у нас все отлично работает. Как говорят родители, например, ну, детей там с инвалидностью, да, не знаю, нам, ну, помогли пиявки, да, потому что у них один ребенок. И факторы могли так сойтись, что условно изменения действительно совпали. Но как раз, когда есть база сравнения, вы можете, ну, отделить реально одно от другого, да. И эти данные есть, потому что, честно говоря, я сейчас не верю, что у России есть даже деньги на тот уровень исследований, особенно мультидисциплинарных. Потому что, как правило, чем сложнее проблема, тем слишком много там участников, чтобы оно все завертелось. Кто может дать этот доступ? Я говорила практически со всеми нашими крупными грантодателями, никто не готов сегодня это делать. Никто не готов зашивать, например, доступ к системам, которые будут отслеживать клинический трек. То есть CRM по управлению ресурсами, их огромное количество, и все кэшфлоу хотят смотреть, да. Но даже доноры, они же дают деньги не на то, чтобы их не украли, да, чтобы было преломление в изменении. Но на самом деле практически никто не умеет это делать. Мы не делаем тематические обзоры, то, что сказала Аня. Как нам сравнивать, например, как работают с аутизмом в Саратове, как работают с аутизмом в Москве, причем не просто говорить, что что-то улучшилось, а смотреть условно совместное внимание. То есть те критерии реальные, которые просто линейно связаны с проблемами. У нас нет доступа к очень большим концепциям, которые изменили гуманитарные сферы. Там токсик-стресс, у меня сейчас гарвардовский центр развития человека открыт. Это было встроено во всю педиатрическую сетку, потому что если вы не понимаете эту концепцию, вы будете предлагать решения, которые не влияют на причины. То есть вот эта экспертиза, которая доступна, она к нам не просачивается. И, честно говоря, мне не очень понятно, почему это мало кого интересует, это мало обсуждается. То есть нам надо догонять. Мне кажется, высшая школа, конечно, может это делать. И вот такие большие агрегаторы, которые собирают, это должна быть одна из задач. Но сегодня это, я реально не слышу это даже просто в паблике. Все говорят, мы молодцы, но у нас свой путь-то это вообще понятно. Когда ты говоришь про изменения, люди говорят, ну условно, меняются детско-родительские отношения. Вы из этой фразы понимаете что-нибудь? Я нет. Потому что я знаю, что такое детско-родительские отношения. Я знаю, на что это должно распадаться. И на самом деле я ведь и бизнес тоже. И я знаю, что, к сожалению, я не найду пять человек из бизнеса, кто условно понимает, это не заказчики. Они не знают тематического поля. Что с этим делать? Ну, немножко пока вот микрофон у нас так путешествует к следующему спикеру. Есть здесь наличие доказательной бонусы в социальных технологиях? Один из критерий. Да, совершенно верно. Да, и здесь отчасти надо признать вклад, какой это вклад все-таки того, что предлагает сейчас, по крайней мере, запрашивает фонд президентских грантов. Так или иначе, заявка включает запрос на предоставление, некое исследование и так далее. И немножко эта история, в продолжение мы хотели об этом сказать, наверное, чуть позже это журнал, потому что вот, собственно, да, про это мы чуть позже скажем. Но это отчасти ответ на вопрос, который звучал. Микрофон на Даре, пожалуйста. С вашего позволения от вопросов, к суждениям потихонечку. Хорошо, и я сразу еще вот, так как нас вот смотрят еще люди, то возможно, да, на Даре Ханашвили, вот, а возможно еще кто-то потом... Национальная ассоциация благотворительных организаций. Отлично. Ну я могу вообще много чего говорить, не буду. Я просто тому, что, может быть, еще кто-то захочет уже вот к рассуждению из Зума тоже озвучить. Это возможно технически, и, соответственно, вот там надо будет просто какой-то сигнал подать там, там в Зуме, и вас, возможно, увидят. Да, осуждение начну с классика и бессмертных слов. Мы живем под собой, не чуя страны. Значит, вот то, о чем говорили коллеги, это действительно катастрофическая совершенно пустота в исследованиях. Да, у нас любимое выражение, как доказали британские ученые. Значит, у меня возникает вопрос, почему если британские ученые что-то доказали, то это годится для России, а второй вопрос, а где наши, собственно, были ученые, когда британские это доказывали. Значит, в этом плане у России не столько денег нет на исследования, у нее мозгов нет для того, чтобы понимать, насколько важны исследования в этом пространстве. И до тех пор, пока этих мозгов не будет, мы и будем так колупаться в этих жестких пространствах. Два очень коротких примера того, насколько сложно просчитать эффекты будущего. Значит, первый это из книжки Лестера Торо «Будущее капитализма». Если помните, там приводился пример, когда появились только видеостандарты, и был стандарт Sony, и был стандарт GVC, значит, Japan Victor Company. Стандарт GVC, как ни странно, потом стал общемировым стандартом. По одной простой причине GVC просто запустила свой стандарт, который действительно был немножко лучше, в бесплатное распространение. А закончилось это тем, что Япония рванула. Помните фильм «Назад в будущее», когда в 1955 году, значит, главный герой удивляется, что Япония чего-то там производила в 1985. Так вот, это произошло как раз в 1972 году, когда один совершенно вроде бы неэкономический шаг привел к изменениям глобальным и в страны в том числе. Второй пример – это из опыта нашей организации, в которой я тогда трудился, Фонд неталкоголизма и наркомании. То есть мы работали с уличными детьми, и в том числе работали в суде. И у нас был случай, когда судья рассматривала преступление, ну, по сути, оно фиксировалось как преступление двух подростков, которые сломали дверь в подъезде. Мы спросили, что грозит ребятам, он говорит, ну, полтора года условно. Мы ее убедили, что надо не вот этой цифрой оперировать, а предложить подросткам и одному из их родителей починить дверь. Вот приговор звучал именно так – починка двери. Причем это есть форма уголовной нормы, которая говорит о принудительных мерах воспитательного характера. Так вот, эффект – расходы невелики. 200 рублей дверь и плюс труд этих самых ребятишек вместе со своим отцом. А эффект, вы знаете, я думаю, что многократно превышает, но он, безусловно, отложен. Во-первых. Во-вторых, он, безусловно, не гарантирован, но при этом, при всем, есть шанс, что через 15-20 лет эти подростки станут благополучными ребятами, там, приносищими удвоение, утроение, ВВП и все на свете. Значит, это первое суждение. Второе суждение связано вот с чем. Значит, меня смутила, ну, вот в какой-то степени направленность нашего обсуждения на то, что я назвал диджитализацией оценки. Значит, у нас с вами может быть несколько задач при продвижении этой самой оценки. И мне кажется, что мы находимся между двумя полюсами. Первая оценка – это как орден такой очень высоко технологичный и закрытый. Второе – это как культура оценки в обществе. И вот мне кажется, вот это очень важный элемент, которому мало уделяется внимания. И в этом плане, ну, с одной стороны, мы называем вроде бы фонд президентских грантов законодательной модой. Я вам могу сказать, я продвигал эту идею, и тоже у нас был по одному из проектов 2018 года, встречи и обсуждения. Меня не услышали. То есть вот до сих пор оценка остается исключительно внутренним делом без продвижения. А как ее продвигать, кстати, тоже мало кому понятно. Но вот мы выработали какой-то определенный инструмент, мы продвигаем так называемый восстановительный подход в оценке. Потому что если мы ориентируемся на привычный нам репрессивный стандарт мышления, у нас общество такое, да, у нас оно все построено на репрессивном стандарте мышления. То я вас уверяю, далеко мы не продвинемся, прежде всего потому, что объекты и структуры, которые мы будем оценивать, будут всячески стремиться скрывать от нас информацию. А восстановительный подход это то, что изменяет модель, модус взаимодействия между оценивающим и оцениваемым. Когда организация перестает прятать информацию в обмен на то, что вы гарантируете, что, ну не то, что гарантируете, вы предлагаете, что основной продукт вашей оценки будет предложение по улучшению качества, а не по наказанию провинившегося. И вот тогда меняется система взаимоотношений. Но эта система значительно шире, потому что, кроме всего прочего, в системе государственного управления такое понятие, мною ненавидимое, пардон, я не любитель чего-то ненавидеть, но в данном случае мною ненавидимое, целевые показатели. Это тот термин, который уничтожает фактически систему управления и качественного творческого управления проектами. Потому что вся страна у нас встряхивает термометр до состояния 36,6. Как вы догадываетесь, такое помещение называется сумасшедшим домом. Когда мы вместо того, чтобы реализовывать проект и наблюдать за изменениями, начинаем оценивать те критерии, которые мы наблюдаем. То есть надо изменить в том числе и отношение к тому самому целевому показателю. Если мы будем его рассматривать как наблюдаемый показатель, это одно. Как только мы переходим в категорию оцениваемый, все, заканчивается оценка, начинается борьба между прокурором или проверяющей организацией и тем, кто неизбежно будет виноват в этом. Значит, что мне еще... Да, мне немножко смутило во всех, наверное, выступлениях не совсем точное различение между целевой группой и целевой аудиторией. Коллеги, это надо все-таки различать. Это есть небольшое различие, но оно есть. Я просто вижу, у вас регулярно фигурирует целевая аудитория, целевая группа, целевая... И непонятно, а что имеется в виду. Это все-таки важно разделить. Это первое. Ну, не первое. Это уже не первое. Да, не первое, но вот еще одно, да. Теперь по поводу вашего выступления, я прошу прощения, мы там незнакомы личные. Меня смутило ваши три вопроса, которые вы говорили, что я хочу, что я могу и что хочет заказчик, я бы так сформулировал. Потому что я к этим трем вопросам приделал еще семь штук, по крайней мере. Потому что очевидно, что это очень узкое пространство, мало ли, что я могу, что я хочу. Я просто перечислю так навскидку. Во-первых, какова ситуация и тренды, вот это исследование потребностей и, кстати, формирование потребностей. Потому что подчас эти потребности не проявлены. Вопрос к оценке. Именно к оценке, извини, надо понимать в том числе, прежде чем я что хочу, я должен понимать, а понимаю ли я ситуацию, в которой находится эта организация, этот проект и так далее. Второе, что хотелось бы получить, возможно, это к восстановительной оценке. Если мы говорим о восстановительном подходе, то мы должны в том числе исходить из возможностей того, что предлагается этим проектом. Следующее, опять же, если восстановительную модель выдерживать, куда и как двигаться, чтобы получить то, на что вы рассчитываете. Как оценивать это извне? Все-таки я настаиваю на то, что внутренняя оценка – это вещь хорошая. Но вообще внутренняя оценка – это всегда… Ну, хорошо известно, что я самый умный, самый красивый, самый честный, вы же понимаете, да? А снаружи всякие негодяи меня всегда будут критиковать. Так вот, ничего более ценного, чем внешняя оценка, не будет и не существует. Именно поэтому очень важна, так сказать, вот эта вот система, например, не только регионального обучения оценки, но и мультирегионального. Потому что хорошо известно, что эксперты всегда человек не из нашего города. Я прекрасно знаю, я внутри Москвы, вроде бы такой, ну, не маленький город, я практически всех знаю и знаю практически все организации, которые подают, подаются, получают и так далее, и не получают, кстати, тоже. Значит, да, что получилось, что нет, и как изменилось влияние устойчивости, вот то самое, о чем вы говорите. А при этом, при всем, когда мы говорим о влиянии устойчивости, мне кажется, важно все-таки вернуть в дискурс, пардон за грубое выражение, понятие доверия, которое построено на социальном капитале, а социальный капитал одновременно строится на, ну, на мой взгляд, по крайней мере на двух, я вот третьего так и не обнаружил, ключевого элемента, это сети и технологии. То есть сети это то, что позволяет создавать сообщество и повышать уровень доверия, технологии это то, что вырабатывается внутри сети, например, и может быть оперативно распространено, именно как технология. Тогда это дает какой-то эффект в приращении социального капитала. И последнее, да, значит, все-таки про диджитализацию, конечно, мне вот большая проблема, потому что факторный регрессный иск, там, регрессионный анализ, факторный анализ, значит, анализ фишек. Но это не диджитово. Это математический метод обработки, я прекрасно понимаю. Значит, и последнее, что, да, вот две вещи еще. Я сомневаюсь, что существуют ненужные знания, я считаю, что скорее существуют знания, которые экранируют другие очень важные элементы знания. Вот это такое может быть, потому что мы чем-то оказываемся очень сильно увлечены, вот у нас новую фишку открыли, и вот мы все, начинаем на это все бросать. В результате у нас сужается зрение, сужается просто картинка. А это очень важно с точки зрения, ну, более широкого восприятия и проблемы, и, возможно, решения каких-то. Окей. Спасибо большое. Мне передали, что в Zoom есть комментарий от ССЭК Ванчикова, как раз одного из соавторов методического пособия, и, собственно, члена активного нашей команды из Российской экономической школы. ССЭК, если вот можно подключить ее из Zoom к нам сюда в эфир, буду очень благодарен. Давайте подождем пару секунд. Да, спасибо большое. ССЭК, добрый день. Да, да, коллеги, да, добрый день. Я бы, наверное, хотела бы сказать вот о чем. Ну, во-первых, мне кажется, что в нашей дискуссии пытается объять необъятное. Вот, у нас уже не так много времени осталось. Ну, и что это означает, что, на самом деле, нам нужны площадки для такого обсуждения, как или фикси, вот то, о чем говорила Юля, это очень важные вопросы. И мне кажется, что здорово, что появляются новые такие места, площадки для обсуждений, там тот же по прооценку, где можно как раз в более узком трубку специалистам обсуждать такие важные вопросы, которые, наверное, которые очень сложно обсуждать. Вот, и в то же время, я, наверное, хотела бы тоже напомнить, мы периодически в течение года об этом говорили, мы в самом начале вот о том, о чем говорила Наталья, когда смотрели вот на саму тему, еще проводили такое исследование вместе с коллегами из фонда «Нужна помощь», и нам очень помогли коллеги из международной лаборатории исследования социальной интеграции, проводили такой опрос некоммерческих организаций. По роли оценки в своей работе, в своей деятельности. Вот на сайте есть полный отчет, и мне кажется, что это очень такое было важное исследование, и было бы здорово его развернуть и продолжить. Более того, там этот опрос, по-моему, сколько, 12 вопросов в конечном итоге, а начинали мы с совершенно такого огромного на, мне кажется, на 32-35 страниц вопросов, да, но потом поняли, что это не очень реалистично. На самом деле, я думаю, что если будет желание у коллег, мне кажется, что важно было бы посмотреть, действительно, более внимательно изучить вот эти внутренние потребности. И если говорить про опрос, там, 218 организаций приняло участие и ответили на вопрос, и на самом деле, на сейчас, ну, примерно, по-моему, 16% организаций сказали о том, что у них есть в организации система оценки и мониторинга. Это, вроде бы, с одной стороны, не так много, но, с другой стороны, мне кажется, это хороший и важный показатель. И важным, тоже, мне кажется, таким значимым фактом было, что как раз там был блок вопроса, связанный, что, собственно говоря, друг драйвером является для самки, это, в общем, внутренняя потребность. Это внутренняя потребность повышать свою эффективность организации. Мне кажется, это как раз тоже очень отражает, отражает вот такую тренд, не знаю, тенденцию к тому, что как продвигается, собственно говоря, оценка у нас в некоммерческом секторе. Что я хотела бы еще отметить, что, пожалуй, эта тема действительно будет и дальше развиваться, поэтому мне кажется, что про экономическую оценку ее не нужно, мне кажется, ее не надо опасаться. Более того, что тоже, мне кажется, важным результатом нашего проекта было это то, что нам, мне кажется, удалось расширить немножко вот это экспертное поле и привлечь, сделать более заметным тему среди исследователей, среди ВОЗовского сообщества, исследовательского сообщества. Мне кажется, что это очень важно, это пространство расширять и вовлекать некоммерческие организации, то есть у нас самих, с нашей темой для того, чтобы исследовать вот тему отстранки социально-экономического воздействия НКО вместе с исследователями. Потому что понятно, что в международном действии сообществе много и так далее, но и там нет единства, нет единого, единых каких-то готовых инструментов. Все равно эта тема такая открытая, вот поэтому мне кажется, что вот здесь было бы важно еще откликаться на вот эти запросы, и по-прежнему продолжать проявлять в экспертов и привлекать экспертов из научного сообщества академического. Ну, пожалуй, наверное. Спасибо большое. Спасибо, СССР. И, наверное, вот у нас, я смотрю, по времени нам надо успеть еще, как минимум, сделать два шага, но, конечно, идеально, если и вопрос, и ответ. Нет? Нет? Уважаемые коллеги, я все понял, вот я… Спасибо. Надо иногда очно все-таки, очно это важная вещь, я вот с Нодаром согласен. У меня вот вопрос такой по поводу, как бы, вообще замысла вашего проекта, результатов на самом деле, вот как ни странно. Вот правильно я понимаю, что тот профиль, который вы разработали, первое, вот я его вижу, как, ну, некоторый профиль оценочного потенциала организации. То есть речь там не идет социально-экономической, социально-экономической. Это просто, как бы, потенциал организации. Ну, и та ситуация, которая сейчас есть. Это первый вопрос. Потому что я почему… Ну, давайте я объясню, может быть, понятно. Потому что у меня вот ощущение, когда смотрю на профиль, мое впечатление, у меня все время как бы думают, почему это про экономическую оценку или про социально-экономическую? Это вещи, которые касаются оценки вообще, а не только там экономической составляющей и так далее, и так далее. Ну, вот первый вот вопрос. Как вы задумывали? У меня корочество… Да, ну, профиль – это основа для разработки модели оценки проекта. То есть заполнив этот профиль, мы можем понять, что мы в ходе проекта будем оценивать, хотим оценивать, можем оценивать. То есть это основа для того, чтобы уже переходить на язык конкретных этапов, шагов, методов, ответственных, таймлайнов и так далее. Чтобы из всего многообразия того, что мы можем теоретически оценивать, и о чем нам говорится в разных-разных пособиях, переложить этот опыт на конкретный кейс нашего проекта и подобрать соответствующие, соответственно, методы, подходы и так далее. Экономика? Ну, да, да. Диагностика, по сути дела. Ну, а диагностика чего? Диагностика того, что мы не оцениваем сейчас, или где у нас есть провалы? В том числе… Ну, не провалы, а просто не оцениваем. В том числе. То есть есть вот этот кластер 2, да, куда включены 5 факторов. Это такие факторы гигиены, можно сказать, да, вот есть. То есть то, что в любом случае нужно, да, нам нужна система мониторинга так или иначе, каким бы проект у нас не был по содержанию и так далее. А есть то, что задается нашим, ну, спецификой проекта. Это первый кластер, стратегический выбор. И есть, собственно, сопутствующие условия, как, например, есть у нас ресурсы на проведение оценки или нет, да, это тоже будет зависеть, от этого будет зависеть та методология, которую мы в итоге сможем выбрать. Сможем мы, например, пригласить внешнего оценщика Владимира Балакирева или нет? — Хорошо, спасибо большое. Еще один вопрос пришел от «Нужна помощь» в чат наш. И это вопрос такой вот, может быть, действительно, еще к Наталье. Просят рассказать коротко, а как проходила абробация вот с 30 НКО, как это вот взаимодействие было, ну, просто какие виды направления, наверное, были и так далее. То есть вот можно ли коротко озвучить просто, в чем заключалась абробация? — Ну, у нас был первый слайд про это, да, если по этапам смотреть, по… У нас тут есть как раз участники абробации, если что, вот. Но если говорить про механику, да, по большому счету наша задача была при участии этих мужественных организаций попробовать, с одной стороны, тот инструментарий, который мы вот еще до старта абробации разработали на уровне таком гипотетических инструментов, соответственно, проверить, как это работает тот же самый профиль. И, естественно, по результатам его использования нашими участниками мы его там дорабатывали, инструкции дописывали и так далее. И, кроме того, мы тщательно фиксировали все запросы, которые мы получали в ходе абробации, в ходе индивидуальных встреч. Мы смотрели, что, соответственно, организации, какие есть у них там сложности, связанные там с имеющимся материалом, например, с имеющимися там теми же самыми материалами образовательных курсов, что непонятно. Ну, вот, примеры я уже приводила, и, собственно, ответ на эти вопросы отчасти и содержится в методичке. Для некоторых организаций были сложные треки, например, вот, мануфактуры ватной игрушки. У нас было исследование и социального воздействия, и исследование экономического воздействия проекта. То есть такая комплексная была программа. Для каких-то организаций мы проводили кабинетные исследования, как раз вот то, о чем говорила Юлия Богданова. То есть рекомендовали собрать доказательную базу, посмотреть, что еще делается в России и мире. То есть, в принципе, вот в таком режиме сбора забросов, вы знаете, для нас очень ценно было то, что были организации очень разного типа направления, размера, потому что даже при общении с Беттер, когда нам разрабатывали методичку, нам было важно, чтобы для каждой организации, которая к нам пришла в апробацию, было найдено решение, в том числе в области оценки медиа. Вот Лен, он говорил о крупных организациях, приводил в пример. У нас был, например, в апробации фон Хабенского, который очень активно медийно присутствует. У него прям кампании социальной рекламы редкость. В общем-то, и мы говорили Беттер, что нам важно, что и фонд Хабенского, и организация, как раз тоже мы вспоминали сегодня, азбуку Ванинского района, проект, чтобы и в поселке Ванино организация, которая работает, она смогла найти для себя тот инструментарий, который для ее масштабов, для ее проекта сможет, соответственно, ловить эти медийные эффекты, которые она может использовать в своей деятельности. Поэтому получается, что это был такой у нас взаимный обмен. Мы собирали, соответственно, проблемы, вопросы, запросы. На них реагировали так, как реагировали. И плюс это отражали сразу же в формате методических материалов, включали эти запросы, ответы на них, соответственно, в эти материалы. Да, в том числе и отрабатывался уникальный оценочный профиль индивидуальный, и отрабатывались последствия наших гипотез, связанных и с логическими моделями, и с другими разными элементами, которые внедрялись. И если организация говорила о том, что или показывала в ходе индивидуальных наших сессий, что есть возможность включения каких-то исследовательских дополнительных инструментов или усиления каких-то, то они, соответственно, внедрялись. Вдохновилась вот этими примерами. И мне захотелось сказать про важность этой работы, как вот то, что делают НКО, не всегда можно оценить и донесить, но какую-то работу, деятельность надо. Меня зовут Касик Елена, работаю в общественной организации ВИЧ-сервисной. И у нас задача, чтобы остановить эпидемию. И вот это вот, что происходит сейчас, нам говорят госслужащие, в чем проблема? Проблем нет. Терапия доступна. Человек может протестироваться, если у него ВИЧ, он начинает принимать терапию, живет спокойно с хроническим своим заболеванием. И совершенно сошли на нет профилактические задачи предотвращения инфицирования. То есть практически не выделяются средства, потому что доказать очень сложно. Эффективность, необходимость. Вот это просто такой вот комментарий к тому, что мы обсуждаем. Спасибо большое. Спасибо. Я выступлю тоже со стороны практиков, потому что у нас вся дискуссия, мне кажется, разделилась на очень изначально теоретическую, с большим количеством вопросов того, что могло бы быть лучше и как дальше жить. Прикон, представьтесь тоже. Ой, да, простите. Меня зовут Анна Шилова, Лига мечты, член правления, исполняющий директор финансов, исполняющий обязанности финансового директора. И отвечала, соответственно, за весь проект в нашей организации по социальной оценке. И дальнейшие, вот все благодарности, которые здесь были, они от практиков, правильно? Потому что это люди, которые столкнулись с ситуацией невозможности или недостаточности личного ресурса для проведения таких оценок у нас. В рамках организации у нас тоже. У нас очень был интересный опыт. Мы сделали свою оценку. Я результатами лично крайне довольна, и мы продолжаем ее, как бы, продолжаем этот подход. У нас планы по дальнейшему развитию. Мы отказались, мы начали думать про экономическую оценку и отказались от этой идеи. По ряду причин, которые здесь тоже уже в теоретическом поле обсуждались. Во-первых, непонятно, от кого запрос. Это точно не наша внутренняя самооценка. У нас другая совершенно идея. И мне кажется, она требует более углубленного понимания. У меня на самом деле вопрос к тем кейсам, которые здесь сейчас были услышаны, мной по практическому применению, результатам. Мне, например, лично, я обожаю изучать кейсы, существующие того, что было сделано, и какие результаты вы получили. И где я могу их увидеть и почитать у тех организаций, которые провели свою оценку и те результаты, которые вы получили? А вот только что я про это говорила, что у нас, с одной стороны, в методическом пособии, те, кто согласился на публичную, именно экономическую раскрыть организацию, соответственно, они в методичке. И плюс у нас есть журнал, про который мы несколько раз уже говорили. Там тоже есть, соответственно, несколько кейсов. И мы будем продолжать именно там, в первую очередь, эти результаты публиковать. Ну, опять же, те организации, которые согласятся на распространение такое открытое. Микрофон, а то нам говорят, что в зуме не слышно, если не в микрофон. Ну, экономическая оценка для нас была, в первую очередь, для себя внутренней, да, и она у нас не такая большая, про нее указано в этом анализе. А по результатам социологического опроса, то есть срез до и после, мы делали анкету до начала мероприятия, ну, вот этого длительного марафона и после. На сайте марафон мы вывесили презентацию со всеми итогами, и там два слайда именно благодаря, то есть с цифрами конкретными, которые мы сделали благодаря анализу. То есть, ну, если как бы это будет интересно, можно будет посмотреть сайт марафона друзей из Бенестров. А где-то есть же, да, наши ссылочки? Ну, если я могу перекинуть. Спасибо большое. Ну, что у нас финальные... Я последнюю ремарку сделаю, на самом деле, к той теоретической дискуссии, которая была в начале разговора, да. Я не знаю, есть какие-то планы по продолжению именно вот этого, потому что я считаю, что вопрос, который Юля задавала, да, вот все эти вопросы, они очень-очень актуальны, потому что, на мой взгляд, у нас как бы мы как сегмент, как сектор, многие об этом говорят, но реально мы очень мало используем того знания и тех практик, которые существуют. И я как бы апологен от этого. То есть, я считаю, что надо брать то, что есть, и применять, изучать, и разрабатывать базу, и создавать большее количество, там, ну, то, что называется, доказательной базы, понимание того, что происходит, и обмениваться этим опытом. То есть, вот дальнейший план по такому теоретическому развитию всего сектора по оценке. Микрофон, Володя, скажи еще раз. Нет, вопрос у нас там построение теории изменений и так далее. Да читайте кучу, просто люди не интересуются. Когда вот говорят, уникальный проект, тут даже в словах слышно, что а в 30-м году, окажется, был. Значит, это не совсем уникальный проект. И баз данных, которые вы использовали, она есть, но ее надо было найти, усилия затратить. Не, я знаю, ну, вот просто пример. Ну, пожалуйста, в каждом своем вопросе. Ну, как бы, сейчас возможности, по-моему, неограничены. Ну, не знаю. Ну, вот это как раз одна из тем, вот, про неограниченные возможности, о которых, вот, возможно, Владимир знает больше, потому что он жизнь этому посвятил. А люди, посвятившие жизнь чего-то другому, и для которых оценка является, ну, пока вот чем-то вот новым, и поэтому и значок-то выбрали такой, прорастающего чего-то, для них само по себе даже обнаружение вот этих необходимых инструментов является неким, ну, затруднением, и мы считаем, что нужно обеспечивать вот эту доступность в том числе. И это одна из целей была, создать большую доступность. В этом смысле, как раз сразу отвечая на вопрос про будущее, у нас вот следующий микросервис, который мы уже вот согласовались, сейчас и будем делать, посвящен как раз описательной теории изменений. Сделать его таким, чтобы любой человек, ранее не слышавший об этом, мог попробовать ее создать. И мы сейчас уже протестировали тоже на одной организации, именно на людях, которые не сталкивались с этим ранее, и у них вот, ну, прям принесли нам такую, уже похожую на теорию изменений, такой документ, почти стратегического, такого развития и так далее.